Ирвин Берлин Он находился не то, что не на Манхэттене, даже не в Америке, а в маленьком местечке под Могилевым. Ну, то есть далекий регион, а если уж быть честным, глубокая провинция. Всем привет! Это программа «Нелегкий-легкий жанр», и я, ее ведущий Алексей Франдетти, знаю о мюзиклах практически все. И, конечно же, я знаю, как обстоят дела с мюзиклами в регионах. Сегодня мы с вами находимся в Новосибирском музыкальном театре. Театр был основан в 1959 году и до 2017 года был театром музыкальной комедии. А потом стал просто музыкальным театром. И это, честно говоря, правильно, потому что наравне с опереттами и комическими операми здесь идут просто детские музыкальные спектакли и, конечно же, мюзиклы. У этого театра есть свое, собственно, радио, радио «Музком». И этим театром уже долгое время руководит замечательный и очень опытный театральный продюсер Леонид Михайлович Кипнис, наряду с такими же коллегами, как и Владимир Тартаковский из Московского театра «Оперетты», Дмитрий Богачев из компании «Московский Бродвей», ну и недавно ушедший из жизни Михаил Сафронов из Свердловского театра «Музкомедии». Новосибирский музыкальный театр и Леонид Михайлович Кипнис идут по пути создания оригинальных мюзикл. Здесь считают, что создать свой собственный спектакль с российскими авторами гораздо проще, правильнее, ну и легче, наверное, чем разбираться с получением прав на лицензионный спектакль. Столичным зрителям часто кажется, что постановки вне Москвы и Петербурга в жанре мюзикла вряд ли заслуживают внимания. Эксперты главной национальной театральной премии «Золотая маска» придерживаются другого мнения. Конечно же, на «Золотую маску» не попадают с дисконтом. И спектакль должен быть очень хорошего качества, чтобы оказаться в программе. В 2019 году в этом театре появился уже знаковый спектакль «Фома». Мюзикл, который придумал молодой режиссер Филипп Розенков в соавторстве с драматургом Константином Рубинским и песнями Юрия Шевчука. Ни музыку, ни текст не меняли. У спектакля 9 номинаций на главную театральную премию «Золотая маска». «Всенародная любовь». Огромное количество зрителей на каждом спектакле. Я сам видел, как десятки людей включают фонарики мобильных телефонов, встают и вообще ведут себя на этом спектакле уже не как в театре, а как на рок-концерте. Ну а почему же я это должен смотреть один? Смотрите и вы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, Леонид Михайлович! ДимаTorzok Здравствуйте, Алексей! ДимаTorzok 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 спектакль в котором собрано наверное очень многое собрано то что он взял из оперетты то что он взял из музыкальной комедии то что он привнес из каких-то зарубежных спектаклей в частности бродвейских в стенских и поэтому вот тот симбиоз который мы получили который сейчас называем русским мюзиклом он сейчас в россии и наверное присутствует но вот мы сегодня с вами за кадром вспоминали историю очень дорогого для меня спектакля бернарда альба который мы делали с ныне покойным михаославовичем сафроновым в свердловской москомедии и для нас для всех и для артистов и для создателей это был очень важный спектакль очень дорогой а зритель этот спектакль не принял к сожалению были ли такие ситуации когда вы понимали что спектакль лично вам очень дорог а зритель его не принимал не понимал не хотел не шел на него и вот так такой был ли опыт понимаете алексей существует некий парадокс те спектакли которые мне очень нравится и которые я с удовольствием воспринимаю они с большим успехом могли бы идти не на сцене музыкального театра а на сцене наверно драматического театра потому что та мера драматизма которая существует в наших постановках которые особенно вот не служит какой-то развлекательной стороне нашего репертуара а именно какому-то серьезному разговору со зрителем они конечно более присущи драматическому театру потому что драматический актер он напрямую общается со зрителем и напрямую высказывает то что его в данный момент обуревает в мыслях музыкальном театре все немножко сложнее но во первых мы с вами понимаем что будь то свердловская мускомедия либо наш театр есть стереотип зрительских предпочтений и в первую очередь этот стереотип касается того что зритель идет в музыкальный театр как бы мы его не называли музыкальная комедия период или еще как с тем чтобы развлечься и в этой ситуации мы очень должны внимательно угадать его умонастроение потому что если он идет только развлекаться ему конечно то что мы показываем в сложном каком-то драматургическом музыкальном материале может мне понравится если он идет просто понять чем сегодня жив театр тогда мы готовим предоставить тот продукт который рассчитан на думающего зрителя думающего не только головой но и сердцем потому что эмоциональная сторона нашего спектакля она неимоверно важна так почему мы сегодня говорим о региональных мюзиклах во первых потому что они есть а во вторых потому что у них есть довольно много проблем проблема первое о них мало кто знает по одной простой причине некому их освещать и некому о них писать но так глобально потому что например в каких-то больших серьезных федеральных изданиях естественно печатается информация серьезных журналистов и для того чтобы была написана та или иная рецензия этого серьезного журналиста нужно привести в театр а это уже дорого безусловно сегодня есть огромное количество всевозможных телеграм-каналов посвященных музыкальному театру это и канал стейдж-дор джорнал стейдж-дор соответственно служебный вход в англии или в америке где фанаты ждут своих кумиров и хотят взять автограф замечательный ресурс но он равно как и канал wizard and pie волшебник и пирог созвучно с знаменитой строчка из мюзикла wicked wizard and i тоже пишет об бродвейском об английском ну или о московском мюзикле чуть реже там появляется питер ну и совсем редко свердловская мускомедия ну о том что происходит где-нибудь скажем там на алтай в саранске и конечно же в новосибирске мало кто знает так вот писать это в общем некому вторая проблема у региональных мюзиклов конечно же гораздо меньше бюджета а отсюда страдает и качество естественно на спорт или на какие-нибудь городские увеселения в регионах выделяется гораздо больше денег чем скажем на хороший мюзикл и в москве то есть такая проблема да и в санкт-петербурге ну а если мы говорим уже непосредственно о регионе то эта проблема становится во много раз больше а именно поэтому качественно спектакль страдает и проблем номер три в таком случае происходит утечка творческих кадров и мозгов и не из-за денег и не из-за зарплат а просто потому что еще и зрителей меньше естественно народ подобно тем самым трем сестрам чехова бежит в москву в москву в москву в москве все тоже в общем по честь сказать не то чтобы замечательно и независимые спектакли тут тоже появляются редко но появляются а как например обстоит ситуация с региональными спектаклями на бродвее так там все вообще по-другому например когда-то я смотрел замечательный мюзикл пробуждение весны со слабослышащими артистами так вот видел я его на бродвее и это был перенос регионального спектакля который продюсер увидел и захотел привезти в нью-йорк из лос-анджелеса если я не ошибаюсь и спектакль был даже номинирован на премию тони так вот представить себе ситуацию когда какой-то московский продюсер приезжает ну скажем в красноярск или в новосибирск и хочет привести этот спектакль в москву ну такого не бывает к сожалению правда же я считаю что любой театр прям пропищу любой это в принципе развлечение даже если это спектакль яна фабра который идет 24 часа да и который сложно вообще высидеть его как бы да его люди смотрят там в кроватях можно поспать можно проснуться он по-прежнему идет вопрос просто наверное на что зритель настроен на какой рот развлечений потому что фильмы по золине это тоже развлечение ну в к в какой-то мере да поэтому я как раз не знаю мне кажется вопрос том как правильно до зрителя донести что это развлечение этого условно говоря там тот так называемый фил вуд шоу как его называют на бродвей да действительно без каких-либо притязаний на глубину а сегодня вы идете там на спектакль к примеру фома и это уже гораздо сложнее чем сам скажем веселая вдова и зритель так этому же должен быть готов понимаете алексей вот если вернуться к тому о чем вы начали говорить в отношении дом бернарда альбы то мне кажется в первую очередь нужно четко себе представлять адресность спектакля то есть для кого на какую аудиторию он рассчитан с тем чтобы этот адрес потом сыграл положительный как бы момент в восприятии этого спектакля я думаю что если бы вы поставили дом бернарда альба я знаю что я видел спектакль мне очень понравился если был все еще и поставили совершенно искренне говорю если бы вы этот спектакль поставили на более камерную аудиторию в частности на ту самую новую сцену которая идет который есть в свердловской москомедии и где изначально хотел поставить этот спектакль ну вот видите я значит угадал то успех был бы гораздо более продолжительным нежели на большой сцене потому что в большой зал идут самые разные зрители и конечно же очень сложно их переориентировать на то что они должны смотреть здесь и сейчас именно тот спектакль который мы им предлагаем на малой сцене том числе и на новой сцене свердловской москомедии шла бы очень ориентированная на конкретный продукт художественный продукт публика и я уверен что тогда спектакль жил бы гораздо больше по времени в том художественном наполнении в котором вы его и поставили спасибо но тут не поспоришь действительно потому что вопрос в том насколько а с другой стороны вот смотрите вот я думаю а нужно ли но это конечно гений наверное и продюсер и режиссера в этом смысле для меня пример стив джобс который в какой-то момент предложил людям некое устройство без кнопок и все захотели иметь это устройство люди не подозревали о том что это вообще возможно и вдруг они по что дайте мне его она мне необходимая готова выкладывать огромные деньги собственно говоря за это устройство с одной единственной кнопкой а сегодня вообще без кнопки да вот как предугадать то что нужно будет зрителю завтра что он захочет вот мне кажется вот это вот как раз самое сложное ну алексей вы знаете что вся история не только отечества но и мирового театра она рассчитывала на то чтобы предугадать что нужно не случайно еще в тех же самых там в той же чайки все время требовались какие-то новые формы новые формы поэтому новые формы требовали всегда и тогда и сейчас и угадать очень сложно и бывает что те самые новые формы которые мы видим сегодня они оказываются хорошо забытыми вчера понимаете мы немножко движемся по спирали в восприятии того художественного процесса который театр так сказать проживает поэтому очень важно чтобы мы просто в первую очередь сегодня понимали не то что зрителю будет завтра нужно а что зрителю нужно именно сегодня в данный момент и всю минуту потому что театр это все-таки жанр сиюминутный и эффект присутствия который испытывает зритель приходя в театр и находясь на живом спектакле он безусловно должен присутствовать именно сейчас и тогда этот спектакль будет иметь успех принимается скажите пожалуйста понятно что если мы говорим про мюзикл да все равно жанр так или иначе не совсем русский не совсем российский и я сейчас даже говорю не про выбираемые темы не про композиторов не а именно про подход и в первую очередь и продюсерский подход и смотрите ли вы за именно продюсерскими образцами и применимые применимы ли они к русскому театру вот что то что оттуда будь то бродвей стенд хотят немножко разные модели продюсирования они вообще применимы в русском театре особенно в новосибирске или вообще нет это совсем другая планета они нам не нужны что вы затронули две темы испокон веков считалось что в россии существует репертуарный театр репертуарный театр это конечно с одной стороны счастье и удовольствие а с другой стороны неимоверное бремя репертуарный театр как вы знаете предполагает несколько составов исполнителей чего конечно же не предполагает никакой не бродвейский не английский мюзикл потому что там есть один состав основной и аварийные свингеры да которые так сказать на подхвате всегда готовы заменить того или иного главного исполнителя ну а что касается того что существует на западе ну вы знаете есть конечно же определенные преимущества как мне кажется у того проектного мюзикла называя его именно так который создается на конкретную постановку который ставится буквально а собирая на тот или иной проект все от творческих сил исполнителей до того самого той самой мыши нереи того самооборудование которое требуется для именно этого спектакль и вы знаете ну с одной стороны это хорошо но с другой стороны вот допустим я смотрю тоже чикаго в лондоне и смотрю и вижу замечательный гениальный спектакль поставлены свое время и сегодня я вижу что это уже того вдохновение которое я рассчитывал получить этот спектакль я не получаю потому что уже те самые исполнители которые многократно именно в этой роли выходят изо дня в день на эту же сцену исполняют ту же самую роль они уже начинают работать на автомате то есть своего рода машины которые уже от них не требуется какого-то вдохновение от них не требуется какого-то понимаете какого-то особого настроя который бы позволил им вот добиться именно сейчас в этом спектакле просто вершины какого-то исполнения нет они это делают ежевечерние они понимают что именно так поставлено они должны делать именно так дополню то что вы сказали касаемо чикаго в свое время когда я первый раз оказался на уэст-энде и увидел мюзикл призрак оперы у меня был тик я был не просто в ужасе а я был в каком таком невероятном расстройстве потому что ну как мне очень хотелось это был 2005 по моему год мне очень хотелось вид настоящий большой мюзикл я впервые оказался в лондоне я купил билет пришел на спектакль и был невероятно разочарован ну то есть я смотрел какой-то плохой пыльный значит полу оперетошный спектакль не знаю в каком-то усть забытом значит городе и погодите это я вот это хотел посмотреть на протяжении там последнего своего сознательного возраста вот-вот-вот-вот это да вот когда и и ну правда на следующий день я посмотрел мюзикл выкид и я с тобой что не да нет это просто мне видимо не повезло там составом еще с чем-то хотя тот же самый король лев которого смотрел и в лондоне и на бродвей уже он таким олд-скулом то попахивает потому что какие-то и сильно шагнули технологии вперед и уже это такой позавчерашний спектакль но с другой же стороны вот я всегда своим артистам говорю я стараюсь спектакль всегда мы максимально жестко застраивать потому что я как раз считаю что зритель который пришел сегодня приходил вчера и придет завтра он ну как бы для нас одинаковый он одинаково любим и одинаково хорош и он должен получить те же самые эмоции которые получает зритель вчера сегодня завтра послезавтра и значит тогда я должен сделать свою работу как ну то есть не дай бог себя не сравниваю но в этом смысле для меня во многом пример великий режиссер покровский который очень жестко выстраивал все мизан сцены на сцене не всегда объясняю артистам зачем это нужно подойди сюда положи руку сюда на этом такте поверни голову здесь по эту ноту и так далее да что так или иначе гарантирует долгую жизнь спектаклю вот согласно не но касаясь допустим король лев спектакля ну надо сказать что главное достоинство этого спектакля совсем в другом главная достоинство этого спектакля в его технологичности потому что вот я когда смотрел спектакль смотрел в кругу директоров российских театров причем и московских и питерских и мы все сидели и нам не не интересно что происходило Сюжет нам был не столько интересен, нам было интересно другое, как летает эта птичка, как прыгает тот самый жираф, как прыгает тот самый лев, понимаете, потому что те придумки, которые сделал художник-постановщик, художник-конструктор, они были сами по себе произведением искусства. Потому что этот спектакль «Король лев» он весь построил на придуманности художником-конструктор. В регионах есть театры оперетты и музыкальные театры. С одной стороны, считается, Кента, что музыкальные театры якобы круче, потому что в них идут и оперетты, и мюзиклы, и оперы, и балеты. А иногда в музыкальные театры перепрофилировались те самые исключительно театры оперетты, потому что оперетты тут давно уже не идут, и существуют исключительно мюзиклы. Ну, а в некоторых театрах, как, например, по-моему, в Новокузнецке в театре «Седьмое утро» идут свои «Нотр-дам», свой «Моцарт-рок-опера». Кстати, интересно, а создатели вообще в курсе об этом? Ну, а как вообще поставить в региональном театре мюзикл? Здесь работают вообще другие правила. Ну, то есть в привычной жизни 8 недель спектакль. Артисты свободны, постановщики свободны, концертмейстер, ансамбль, оркестр, когда нужно, составление расписания. Так вот, в региональном театре все совсем по-другому. Ну, потому что это одна и та же труппа. Потому что сегодня у них елки, завтра у них, не знаю, 9 мая, и постановщику нужно подстраиваться под эту систему, иначе ничего не получится. То же самое касается действительно и расписания, и технического расписания, и естественных бюджетов. Ну, например, не во всех региональных театрах есть рации и нормальный пульт помощника режиссера. А вы говорите «мюзикл». Ну, а как же тогда региональному театру выживать? Как ему привлекать в свои ряды талантливых постановщиков, артистов и ставить те самые мюзиклы? Ну, во-первых, иногда театры могут помочь с жильем. Ну, то есть предоставить квартиру или оплатить ипотеку молодому артисту или постановщику, который приезжает в театр и готов работать во славу этого самого театра. Во-вторых, действительно, это вопрос амбиций, и далеко не все рвутся в столицу. Кому-то прекрасно работает в Саратове, в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Перми. Ну, а можно договориться с правообладателями. Правда, они нормальные люди и очень часто идут навстречу. Так, например, Новосибирский музыкальный театр договорился с Юрием Шевчуком, чтобы сделать мюзикл «Фома» по песням группы «ДДТ» и не платить за это миллиарды. Новосибирск Итоги Мощущие небо под ногами Лучах развитаются Птицы с облаками Очень я,과 с тобою Мне Лучах쪽에 летают Птицы с облака Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 С одной стороны, чтобы это не походило на просто концерт, а с другой стороны, ну, в данном случае, со стилягами, чтобы не продублировать фильм, а сказать что-то свое. В свое время режиссер Кристофер Реншоу, который ставил мюзикл «Зорро», в Москве рассказывал мне, что при постановке другого джукбокс-мюзикла «We Will Rock You» на основе песен группы Queen, он получил огромное количество критики, цитата, «Ни один мой спектакль так не разносили критики, и ни один мой спектакль не принес мне столько денег». Но, как мне кажется, интереснее всего сделать джукбокс не просто как боёпик, то бишь жизнеописание того или иного персонажа, как это происходит с мюзиклом Тина, и, естественно, разговор там идет о Тине Тернер, как это происходит с мюзиклом «Джерси Бойс», который повествует об успехе Фрэнки Велли и группы Four Seasons. Знаете, им принадлежит этот хит «Беггин, беггин ю-у-у-у», ну и так далее. А гораздо интереснее, как это, допустим, произошло в мюзикле «Зорро», рассказать историю, не имеющую отношения к музыкальному исполнителю. Если кто не знает, то в мюзикле «Зорро» звучит музыка «Джипси Кингс». Ну, а история, естественно, повествует о том самом знаменитом герое в маске. В общем, джукбокс-мюзиклы — это целый отдельный пласт, на основе которого можно делать замечательный спектакль. А как вообще возникла эта идея? Как удалось договориться с Шевчуком? Потому что мы в свое время для моего фильма пытались получить одну из песен, который звучит в финале вашего спектакля, и не получили прав на эту песню. Как вот родилось такое прям действительно театральное чудо? Я тут умывался слезами, сидя в этом зале, глядя на сцену. Ну, я надеюсь, что вы вывывались не над вымыслом слезами, а над той историей, которая заключена в этом мюзикле. Дело в том, что идея, безусловно, принадлежит Филиппу Розенкову, который поставил у нас не один спектакль, а несколько. И, как правило, они почти все имели золотые маски, причем даже по детскаке золотые. Это и римские каникулы. Это и римские, это и безымянная звезда. И вот сейчас Фому выдвинули тоже на 9 номинаций на золотую маску. Но когда мы стали, он приехал ко мне с этим предложением, мы стали размышлять, как это может быть, и какие препоны могут возникнуть на этом пути, кстати, становления, то, конечно же, в первую очередь вопрос возник о том, как представить тому же самому Шевчуку этот материал таким образом, чтобы он не вызывал у него отторжения. И в первую очередь было придумано то, что это не боёпик, это никакой не мемуарный, так сказать, спектакль, не посвященный конкретному лицу того же Шевчука. Это история музыканта в России в разные времена, в разные, так сказать, сломы исторического времени в нашей стране. Который отдаленно напоминает биографию Шевчука. Который просто, ну, предполагает некоторые сходства в жизненных ситуациях. Вот. И, конечно же, тогда питерский, уже питерский драматург Константин Рубинский написал синопсис пьесы, которую, вообще-то, потом Филипп вместе с ним принесли мне, я прочитал. Мне показалось, это может быть интересно, но договорились, что этот синопсис будет показывать Шевчуку, и услышим его мнение, потому что до последнего времени мы не знали, как назвать этот мюзикл, потому что, ну, сначала какие-то рабочие названия возникали, типа музыканты, ещё что-то. Поехали к Шевчуку и Филипп, и Константин, и он их принял. Он оказался очень прост в общении, очень, так сказать, внимателен к тому труду, который делают другие, так сказать, художники, в частности, и режиссёр, и драматург. Он прочитал, что-то предложил, что-то предложил изменить, что-то предложил допомнить, но самое главное, он предложил название. Он название предложил, которое, я не могу сказать, что сразу же вызвало у нас, так сказать, полное восприятие, но он предложил назвать Фома, потому что одна из песен в его репертуаре так и называется Фома. Да. Но самое главное, что парадокс произошёл при постановке этого мюзикла, Потому что, что мне как директору уже особо приятно, что этот мюзикл нравится абсолютно всем, понимаете, и тем возрастным категориям, которые вот только сегодня начинают приобщаться к каким-то театральным реалиям, и к тем бабушкам и дедушкам, которые уже многие годы ходят на классическую оперету и привыкли, и знают, как должна петь веселая вдова, как должна играть летучая мышь. Но когда они видят этот спектакль, и когда они потом на поклон, приобретя в нашем фойе специальные майки с надписью «Фома, рок-мюзикл», выскакивают на стены с охапками цветов и дарят нашим артистам, вот это дорогого стоит. Потому что либо вот такой вот клоп, либо уже в буклях какая-то бабулька выскакивает и рядом вместе дарят одному исполнителю букеты цветов. Вот это самое главное. Значит, спектакль на разную аудиторию, и очень хочется верить, что на долгое время. Он попадает. Он попадает, он трогает. Он какой-то очень настоящий. Который, который дарит цветы. И подготовит, наверное, того самого юного молодого зрителя, который только гипотетически может предположить, что это может случиться и с ним тоже. Он-то 90-х не видел. Он не знает, что это такое. Да. Ну, правда, еще раз я как-то не останавливаясь говорю о том, что в меня это очень попало. При том, что, вы знаете, я абсолютный адепт такого лицензионного, да, зарубежного мюзикла. Вот. И опять же, когда спектакль ставит твой друг, я понимал, что мне нужно будет что-то говорить. Я с очень большим волнением шел, значит, на этот спектакль. И не просто меня отпустило в финале, а я прям был счастлив, когда я могу искренне говорить комплименты и вам, и я позвонил Филиппу, и всем тем, кто имел отношение к этому спектаклу, сказать, ребята, вы сделали очень-очень крутой спектакль. Но ведь этот крутой спектакль, это же и проблема. Потому что это очень высокая планка. А дальше-то как? Как быть дальше? Скажите, какие планы, мечтания, чаяния? Все равно, если бы мы штамповали, вот как заготовки, знаете, один рок-мюзикл, второй рок-мюзикл, третий рок-мюзикл, это было бы странно. И я не уверен, что эти, как бы, копии, они выстроились в какую-то привлекательную картину. Поэтому мы сейчас стараемся смотреть разные произведения, которые, к сожалению, очень редко появляются. И в плане драматургии, и в плане музыки. Потому что наши и композиторы, и драматурги не хотят писать, как раньше писали в стол. Они хотят, чтобы им заказывали. И лишь тогда они, уже имея определенные суммы, они уже готовы, так сказать, соблаговолить на то, чтобы пирог бумаги поднести. Понимаете? Но это все проблемно, потому что под заказ, к сожалению, не все хорошо удается. Не все хорошо удается. И это обидно, потому что, конечно, хочется иметь какие-то разнонаправленные варианты. И мы с Филиппом говорили, и Филипп предлагал даже какой-то сделать совершенно неожиданный проект. И, может быть, в этом была какая-то мысль создать некий рэп-мюзикл. Понимаете? Другая ипостась. Но здесь есть определенные тоже сложности, и они очень непростые. Но, тем не менее, возможности постановки того или иного художественного зрелища, они безграничны. Главное, что надо угадать, что сегодня нужно зрителю. Мне кажется, Санит Михайлович, это прекрасная точка для нашего диалога. Я бесконечно благодарен вам за и эту встречу, и за те эмоции, которые я испытал, сидя в зале вашего театра. И я надеюсь, что это далеко не последняя наша с вами встреча. Спасибо вам огромное. Спасибо, Алексей. Мне с вами тоже приятно было пообщаться. Это все, что возьмут я с тобой. Это все, что остается после меня. Надеюсь, теперь вы знаете о мюзикле в регионе чуточку больше. Ну, а кто говорил, что будет легко? Увидимся в театре. Субтитры подогнал «Симон»